Ну что же, уважаемый президиум, дорогие коллеги, позвольте в завершении нашей замечательной конференции, которая уже стала приятной традицией, представить вам доклад на тему трудностей диагностики и лечения сарковых мягких тканей. Ну, начнём с характеристики данной группы. Сарковые мягкие ткани представляют собой гидрогенную, редкую группу мезонхимальных злокачественных опухолей. Заболеваемость среди взрослого населения составляет примерно 1% всех злокачественных образований. У детей процентов от 10 до 15 в структуре заболеваемости среди детских опухолей. В настоящее время насчитывается более 50 гистологических по типу сарковых мягких тканей. Несмотря на то, что данная нозология крайне редкая, актуальность, поспорить об актуальности не представляется возможным, так как данные опухоли крайне агрессивные, частота рецидивирования и метастазирования крайне высокая. Что касательно трудностей диагностики, на догоспитальном этапе диагностика сарковых мягких тканей представляется достаточно сложной, так как пациенты обращаются не в профильное учреждение, что ведет за собой длительное клиническое наблюдение, несвоевременную постановку верного диагноза, и как правильно отсрочено поступление пациентов в специализированные центры, что впоследствии идет к выполнению достаточно объемных хирургических этапов операции, нежели орган сохраняющий, который можно было бы сделать, если бы пациенты поступали вовремя в специализированные учреждения. Да, сейчас в арсенале врачей имеется большое количество различных методов радиологической диагностики, но наиболее эффективным, специфическим и чувствительным методом для данной нозологии является МРТ, так как при МРТ возможно дифференцировать доброкачественные процессы злокачественно более чем в 90% случаев. Также данные МРТ-диагностики магнитарной резонансной томографии позволяют определять морфологическую детализацию и, конечно же, безопасность метода отсутствия ионизирующего излучения и токсичных контрастных веществ. Помимо радиологической диагностики, естественно, во главе угла стоит морфологическая диагностика, также патоморфологическая диагностика данной группы опухолей является достаточно затруднительной, так как даже в одном гистологическом потипе из-за опухоли гетерогенности может приводить к затруднениям. В связи с этим в каждом случае необходимо помимо гистологического исследования выполнять иммуногистохимическое и также в некоторых случаях прибегнуть к выполнению молекулярно-генетических методов исследования. Даже в рекомендациях НССН, как вы можете видеть, представлены различные хромосомные аберрации, которые свойственны для определенного конкретного гистологического потипа сарковых мягких тканей. Теперь перейдем к клиническому случаю. Пациентка молодая, 38 лет, сама является медицинским работником, трудится в одной из клиник Санкт-Петербурга, в конце 2015 года, предъявляла жалобы на некий дискомфорт и незначительный болевой синдром в области левой половины шеи. По данным КТ, который, как ни странно, был выполнен только в сентябре 2016 года, была диагностирована боковая кисталь левой половины шеи. В том учреждении, в котором она работала, было выполнено хирургическое лечение. Однако из-за трубнодоступности данного образования хирурги повредили еремную вену, что привело к массивному кровотечению. Для того, чтобы восстановить целостность сосуда, пришлось прибегнуть к китрогенному перелому левой ключицы и, как последствия, металлоостеосинтезу. По данным гистологического исследования того учреждения, был выставлен диагноз монофазная синвяльная саркома. Далее пациентка самостоятельно обратилась к нам в учреждение. Был выполнен пересмотр по данным гистологического заключения вертиноклеточная саркома. Была выполнена иммуногистохимия. Индекс пролиферативной активности достаточно высокий – 60%. Также было выполнено цитогенетическое исследование, фиш-исследование и подтверждено наличие специфической для синвяльной саркома транслокации. Далее было выполнено МРТ мягкие ткани, по данным которого в лево-надключичной области сохранялась остаточная опухоль размерами практически до 4 см. По данным КТ не было выявлено удаленных изменений. Мы на отделении химиотерапии провели ей изначально 6 циклов химиотерапии по схеме доксорубицин-фосфамид. После каждого второго цикла, разумеется, была выполнена оценка эффекта. Эффект был достаточно значимый, частичный регресс. После этого у пациентки была удалена пластина металлоконструкция и выполнена лучевая терапия суммарно до 64 гре. Эффект лечения – полный регресс через 2 месяца после завершения лучевой терапии. На данном слайде вы можете видеть прекрасный результат нашего лечения совместного с радиологами. Но, к сожалению, через 10 месяцев, по данным КТ органов грудной клетки, были выявлены отдалённые метастазы в лёгких. Учитывая длительный безрецидивный интервал и хороший эффект на проведённую раннюю химиотерапию, мы вернулись к прежней схеме доксорубицин-фосфамид. После двух циклов мы получили опять-таки частичный регресс. После этого провели два цикла химиотерапии фосфамидом в монорежиме, так как доза доксорубицина уже была выбрана. И, пожалуйста, на данном слайде можно видеть значительное уменьшение наиболее крупного очага, другие мелкие очаги, которые количество составляло около пяти, полностью исчезли. После этого с целью консолидации было проведено ещё два цикла химиотерапии фосфамидом. И в настоящее время пациентка проходит контрольное обследование и планируется консультация тракального хирурга с целью выполнения хирургического лечения. В итоге, подвозя итог, хотелось бы сказать, что своевременная эффективная чувствительная диагностика в сочетании с мультидисциплинарным подходом – это, естественно, залог успеха в лечении каждого конкретного пациента. Хотелось бы с вами поделиться опытом. В нашем учреждении существует мультидисциплинарная команда по лечению сарковых мягких тканей. Каждый конкретный тяжёлый сложный случай мы обсуждаем коллегиально. В состав такой команды входят, разумеется, хирурги, патоморфологи, радиологи, лучевые диагносты и химиотерапевты. Это позволяет нам принимать решение непосредственно здесь и сейчас, что в разы сокращает время от момента обращения пациента в нашу клинику до получения необходимого эффективного для каждого конкретного пациента лечения. Ну и в заключении хотелось бы поделиться хорошей, так сказать, новостью для российского онкологического сообщества о том, что в скором времени пройдёт регистрация нового, принципиально нового таргетного препарата Ларатумаб, человеческое моноклональное антитело против рецептора тромбоцитарного фактора роста. Данный препарат был зарегистрирован в США ещё в 2016 году. У нас регистрация планируется на начало 2019 года. Как вы можете видеть, данное проведённое исследование демонстрирует прекрасные результаты. Одна группа пациентов получала комбинированное лечение Ларатумаба с антрациклинами. Да, все пациенты, которые были включены в исследование, имели метастатический характер заболевания, использовалось в первой линии. Вторая группа пациентов получала доксорубицин в монорежиме. Прекрасные результаты практически в два раза выше медиана общей выживаемости. Безрецидивная выживаемость также в два раза превышает у пациентов в группе комбинированного лечения. Надеюсь, что в скором будущем мы сможем использовать данный препарат и для наших пациентов с метастатическими саркомами мягких тканей. Спасибо за внимание. Продолжение следует...